Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Михаила Осетрова. Надежную охрану и автомобиль нам предоставляет группа предприятий Цербер. На городской эспланаде рабочие приступили к сносу буквограда. Уже сейчас некоторые скульптуры превратились в груды снега и льда. Остальные будут разобраны до 15 марта. По этому поводу вспомнили, как однажды 1 апреля в Перми неожиданно выпал снег. И тогда мы выпустили шуточный сюжет. Мол, раз такое дело, на эспланаде решили восстановить снежно-ледовый городок. Лишь одно беспокоит организаторов, что снега не хватит. После чего некоторые пермики реально звонили в нашу редакцию и предлагали снег из своих дворов. Обещали даже сами привезти его на эспланаду. Шутки шутками, но, как вы понимаете, никакие природные катаклизмы не вернут нам снежно-ледовый городок, раньше конца декабря 2015 года. Уже с ледовым городком попрощались и к 8 марта готовимся. А некоторых пермяков все еще не отпускает Новый год. К примеру, здесь, на Петропавловской, 87. Санта-Клаус по-прежнему не теряет надежды попасть в квартиру и вручить подарки. Впустите уже бедного. Дедушке отдыхать пора. Ну а пока мы помещаем его в кадр с сегодняшнего дня. Только что мы поняли истинный смысл выражения. Туды его в качель. Собирайте снег на пешеходных дорожках, проезжей части и в качель его. Точнее, в качели. Ну а подсказали нам место для разбора предложения и наглядного примера жители дома номер 6 по улице Хрустальной. Да, долго местным ребятишкам придется ждать, когда конструкция высвободится из подсобранного за зиму снега. И на ней можно будет действительно качаться. От телезрительницы Люцеи Бурыловой мы узнали о том, что нынешний февраль длиннее, чем обычно. Именно она прислала нам фотографию этикетки на торте одной из пермских кондитерских. Итак, изготовили тортик 21 февраля, а годен он до 30.02.2015. Ну а пока кто-то балуется тортиками, пермяк Игорь Шафранов после рыбалки в Голованово сидит дома и придумывает три желания. Ну а как же иначе? Ведь ему удалось поймать золотую рыбку. 23 февраля отпраздновали. Теперь вместе с сетью магазинов Ларис готовимся к международному женскому дню. Ну и подарки у нас соответствующие. Мягкий плед и весенняя фоторамка. Кстати, в магазинах Ларис вы сможете найти подарки на любой вкус со скидкой до 50%. С любовью к дому Ларис. Свои сообщения можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Мы же на этом прощаемся. Поменьше вам разочарований и побольше хороших новостей. Удачи и до скорой встречи.